Друзья, с помощью куска трубы и газовой горелки можно делать невероятные вещи. Примитивная закалка улучшает свойства металла настолько, что эти кухонные топорики и ножи впоследствии могут резать стекло, рубить монетки и даже стальные профильные трубы. Сегодня на простом языке объясню и покажу как делать такую закалку. Этот нож и кухонные топорики я сделал из старого пильного диска. Трафарет топорика найдете у меня на сайте. Распечатал на листе А4, приклеил на диск и покрасил остатками краски. Вырезать можно с помощью УШМ, но у меня есть плазморез с дежурной дугой САДЖИО ПЛАЗМА 45 ПРО. Такой режет даже крашеный металл. В этот раз он работал в паре с новым компрессором. Компрессор собрал я в прошлом видео. Попутно усовершенствовал приспособление для закалки. Это самая обычная 120 труба. Края топориков выровнял лепестковым диском. Теперь смотрите. Эти точки говорят о том, что пильный диск повело и его в свое время пытались исправить. Попробуем это сгладить. Вроде стало немного лучше. Но до закалки еще нужно сделать спуски и просверлить несколько отверстий. Потому как после закалки металл поддается обработке с трудом. А твердость будет такая же как у напильника или сверла. В этот раз сделаю отверстие, чтобы топорики можно было вешать. Спуски делал УШМ. Вначале за чистым диском, а на финише лепестковым. Топорики до остроты не точил, чтобы не порезаться. Последнее, что сделал, просверлил отверстие под заклепки для плашек. Под конец сгладил неровности после УШМ орбиталкой. Вот теперь топорики точно готовы к закалке. Из этого же диска сделал тестовый нож. Прорезь в трубе нужна для того, чтобы делать локальную закалку режущей кромки. Если закалить нож или топорик целиком, он станет твердым и потеряет гибкость. Нож с твердостью более 62 единиц будет резать стекло, но при боковой нагрузке может легко сломаться. Закалив только режущую кромку, мы получим максимально твердый спуск и сравнительно мягкую плоскость и обух. Кромку будем греть до 850 градусов. При такой температуре цвет металла станет светло-красным. Нагреть до такой температуры можно паяльной лампой либо огнеметом. После нагрева раскаленный металл сразу окунем в масло. Я использую отработку. Если нет масла, можно окунуть в воду, предварительно подогрев до 40 градусов. Это важно. В 40 градусной воде, как и в масле, металл закаляется со скоростью 150 градусов в секунду. При локальном нагреве мы не только улучшаем свойства изделия, но и экономим топливо и время. Так, разогрел до светло-красного цвета, теперь быстренько окунем в масло. Вот что у нас получилось. Спуск под нагаром побелел. Дальше по цветам побежалости можно сказать, где и какой была температура. Сейчас твердость режущей кромки мы подняли где-то до 62 единиц. Проверить это можно с помощью обычной бутылки. Если топорик режет стекло как стеклорез, значит 62 единицы твердости есть. Стекло режет. Хорошо. Что нужно сделать теперь? Не ранее чем через 15 минут и не позднее чем через час после закалки, сделаем отпуск металла. После отпуска он перестанет резать стекло. Но зато не будет крошиться, когда станем рубить металл. Отпуск делается не менее часа при температуре 200 градусов в самой обычной духовке. Прошел ровно час. Топорики можно достать и дать остыть при комнатной температуре. Закалку и отпуск провели по всем правилам. Топорики и нож остыли. Можем провести серию испытаний. Топорики я тестировал по разному в другом видео. Сегодня мне гораздо интереснее узнать выдержит ли такие же нагрузки нож. Начнем с монетки. Плохо зажал, съехала. Подожмем немного. Пробуем еще раз. Так смотрим на лезвие. Видим щербинку, а чуть выше след от монетки, которую мы разрубили. Щербинка образовалась после первых двух ударов, когда монетка начала съезжать. Это подтверждает тот факт, что твердый металл после закалки теряет гибкость. Проведем еще несколько тестов. Итальянская старая монетка идет как в масло, видимо сплав меди. Русских два рубля. Разрубили. Труба стальная. Стенка два миллиметра. Возьмем молоток помощнее. Ну что сказать. Рубит и рубит очень хорошо. Попробуем еще разок на профильной трубе. Идет достаточно уверенно. Смотрим на лезвие. На лезвии нет ни одной новой щербинки или царапинки. Только потертости от монеток и труб. Обух немного разбил, но здесь мы намеренно оставили более мягкий металл. Был бы нож полностью закаленным. От ударов тяжелого молотка раскололся бы на несколько частей. Топорики с этой задачей справились бы не хуже. Если не планируете наводить красоту, просто сделайте ручку и заточите. Не лишним будет сделать воронение, как это сделал я. Дело в том, что сталь 9ХФ ржавеет. Это пожалуй единственный недостаток такой стали. И как только видео наберет 1000 лайков, я сразу выпущу продолжение, где покажу как делать двухслойное травление и устойчивое к стиранию воронение металла. А еще хитрым способом изготовим ручки. Забавно то, что эти топорики после закалки, отпуска, травления и воронения я не точил. Это видно по лезвию. И посмотрите насколько хорошо они сами заточились. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok